для борща лучше взять телясинку кусочек или говядину можно на косточке но не жирную вот этого достаточно будет для хорошего бульона ставишь в кастрюльку наливаешь холодной водички и кладешь туда эти кусочки мяса чтобы сварить бульон вот я делаю всегда побольше я очень люблю свой борщ но именно свой и он даже холодный прикольные а потом чуть-чуть подогреваю и прям целую неделю могу его есть это для меня спасение следи за бульоном снимаю вот эту пенку чтобы у тебя бульон был прозрачный вот этой кипящей пены не должно быть она образовалась ты ложечка снимаешь вот знаешь некоторые пишут там рецептах или по youtube рецептам типа убавьте сделайте минимальный огонь и варите чтобы бульон там был наваристый я вот эту херню не люблю честно тебе скажу я люблю чтоб мясо было сочным а бульон не вообще по барабану ты его потом заправил заправишь всеми теми овощами там вкусняхами там лимончиком у тебя бульончик будет и так вкусный мне надо главное чтобы было мясо вкусное вот я даже буду может быть меньше его варить ты видела какие кусочки прелестные нежная телятинка и вообще может 20 минут его поварю и выключу не обязательно сразу стоять тут у плиты этот борщ наготавливать я сейчас бульон сварю с мясом выключу займусь своими делами а потом приду и уже заправлю его когда мне удобно в этом фишка но зато мяско будет сочненькая вот видишь я его варила 20 минут и больше я его варить не буду потому что я хочу чтобы она осталась сочным и она остынет я порежу его кубиками и потом уже в конце борща я его добавлю а вот и бульон бульон и бульон зачем вываривать мясо и добиваться какой-то вообще там безумной концентрации бульона если фишка ну вот я делаю так как я люблю для меня бульон это все равно вода а мясо это должно быть сочным так ну вот мяско сварилась вот оно получилось сочным потому что я его готовила чтобы мясо было сочным они чтобы бульон был вкусным как я тебе объяснила в предыдущих видео я его вытаскиваю она охлаждается под крышечкой накрою тарелочку чтобы она не заветрилась вот и режешь так как вы любите понимаешь кто-то любит маленькими кубиками кто-то любит брусочками кто-то любит такими вот форму какими-то полосочками общем я вот такой вот форму рублю его вот из всего куска вам не только вот столько вот получилось кусочков жира это естественно прошу и обратно я эту тарелочку накрою с мясом если ты планируешь суп договорить потом то ты можешь это все убрать в холодильник то есть мясо уберешь холодильник или же например если ты через несколько часов хочешь заправиться то тогда просто можешь оставить его на столе а бульон мы будем дальше заправлять уже остальными ингредиентами вот это следующих видео я тебе покажу вот у меня сейчас например планы другие я щас например суп заправлять не хочу но у меня есть бульон у меня есть готовое мясо я щас все это оставлю пойду с пацанами пока погуляю потом там у нас другой обед борщ я варю для себя потому как тимур не любит борщ но я себе готовлю борщ я у меня вдохновение на борщ случилось и я себе сделаю вкуснецкий борщ со свежими классными помидорами и на неделю у меня будет прям кастрюлька борща это приятно так у нас будет две заправки борща значит первую заправку мы она будет состоять из лук одна штука средней морковка средняя одна штука перчик и две помидорки хорошего качества с которых нам нужно снять кожу вот у меня закипела вода опускаем туда помидоры так ну минутка две и покипит вытаскиваем чтобы снять кожу лук и морковку режем мелко ну как ты любишь супе кто-то любит кусками крупными кто-то любит поменьше я люблю средняя это мы рубим мелко и обжариваем на сковородке дальше покажу как все это мы делаем на объем вот мы вытащили когда мясо вот видишь у нас получилось бульона ну 2700 около 3 литров то есть когда ты заправишься у тебя будет 3 литра борща ну то есть вот эту ингредиентацию мы делаем на 3 литра это стандарт я думаю что тебе тоже также будет выходить вот они у тебя две минутки там побыли если они спеленькие классные то они прям за две минутки и пошла кожица нам для этого нужно было их обкунуть вот эту кожицу мы снимем а их порубим и так морковка лук перец и помидоры с которых мы сняли кожицу и порубили это у нас сейчас пойдет на сковородку буду показывать как это пассировать правильно это первая часть заправки важная важная часть масла немного нам нужно не пожарить это а спассировать поэтому так light без фанатизма морковку и перчик я закидываю сразу и помешиваю помидоры рубленые мы добавим чуть позже тогда уже будет похоже на то что что то здесь уже почти так две средние такие свеклы кто-то кладет одну я люблю чтобы свеклы было побольше всегда надевать перчатки когда работаешь со свеклой иначе ухрюкаешь руки и потом очень тяжело они будут отходить идет во все в маникюр короче адский от начнется вот и доску никогда свеклу не режь на светлые доски особенно деревянные особенно на новой потому что ты закрасишь доску на всю оставшуюся ее эксплуатационную жизнь поэтому что ты короче не подведу ну вот видишь да будет уже вот так вот у тебя выглядеть вот эту подправочную часть поднялась называть этого очищенные помидорки и да я вот этой заправки сейчас поставим и поперчу я люблю это делать вот еще на стадии заправки чтобы она пропиталась немножко но так как я соли практически не ем и использую только ты знаешь черную гималайскую соль вот то есть это уже на любителей потом мы все равно будем подсаливать еще немножко для тех кто солит и добавлять там специи какие-то уже в конце но вот я в заправку действительно я люблю ее немножко посолить и поперчить так ну вот она готова заправку оставляю в покое просто выключаю и дальше занимаюсь краснорезкой свеклой так я переложила в емкость заправку номер один сковородку не мою не вижу в этом смысла значит заливаю и туда мы сейчас вот эту свеклочку и вот ее я люблю знаешь ли чуть-чуть поджарить так вот прям поджарить так она подхрустела немножечко цвет будет потрясающий и добавлять мы ее будем туда ближе к концу чтобы этот весь цвет отдался в борщ если добавлять цвет в начале тогда больше получится затем нам потребуется картошка и капуста вот вот такая вот паста именно паста не соус не кетчуп а именно вот такая томатная паста ну вот она красавица я порубила картошку тем временем и как видишь я картошку не рублю мелко я не люблю в супе мелко картошку я люблю чуть покрупнее не так вкуснее вот по поводу бульона я его сейчас буду включать чуть-чуть но не при его надо закипятить потому что сейчас мы будем заправлять суп что хочу сказать бульон я очень часто процеживаю то есть вот он постоял его сейчас можно процедить через марлю через сито через сито с марлей и так далее он будет тогда совершенно прозрачный офигенный кстати очень хорошо пахнет вот но сегодня я его процеживать не буду во первых не лень а во вторых мясо было не на косточке а это значит что там не будет осколков от ку от кости потому что смысл процеживания это как раз в этом чтобы не остатки костей не попали случайно суп людям поэтому я обойдусь так в конце варки нам еще потребуется капуста пару горстей таких прям хороших у меня капусты больше не оказалось только это поэтому не будет такая вот одна горсть но вообще надо две такие прям полненькие потому что она же очень сильно варится и она конечно же придает она нужна в рецепте ну я обойдусь вот этим количеством вот она пасточка мне нравится вот этот бренд классно у них паста она такая знаешь не горчит прям очень нам нужны будут две примерно такие столовые ложки это чайная у нас будет столовая но будем смотреть по вкусу так бульон который мы подогрели я туда выкладываю обратно порубленное кусочками мясо чистенькое такое и картошку вот картошку прям вот я почти когда она будет готова даже вот еще пока не готова но я уже добавляю капусту я капусту люблю пораньше положить и вот теперь варится капуста и картошка и когда почти будет готова картошка мы уже добавим заправки свеклу и то что мы пассеровали морковь помидоры перец лук наблюдаем не надо чтоб кипела адски совершенно не нужно очень так на умеренном огне все это пусть происходит так но я посмотрела картошка практически уже готова значит мы выкладываем и я не жду я сразу же выкладываю это было оливковое масло так что ничего страшного сейчас я посолю немножко добавлю перчика чуть-чуть но это на любителя вот видно как он начинает закипать не давай ему сильно кипеть пожалуйста будет некрасивый такой развалится чуть-чуть пусть кипит теперь добавляю пасту вот я прям вот такую вот ложку добавляю так вот он чуть-чуть кипит у меня значит я добавила соль чуть-чуть по вкусу можно перец какие-то специи на любителя вот и остался у нас лимон выжатый и у меня кинза кинзу я добавляю в конце теперь проверяешь по свекле как только свекла у тебя сварится она сварится быстро то есть вот фактически я его сейчас уже буду выключать здесь у меня одна треть выжатого лимона вот я просто знаю свой вкус и вот это моя норма тебе нужно будет начать чуть-чуть добавлять выжатый лимон и чувствовать по вкусу кто-то любит покислее кто-то любит менее кислый более натуральный такой вкус вот ну я люблю покислее поэтому меня такое количество лимончика туда идет ну все осталось кинза так значит я его попробовала и немножко чуть-чуть еще подсолила добавила еще чуть-чуть лимона и зелень мне не мне недостаточно было лимона я люблю все-таки когда покислее и может быть еще чуть-чуть добавлю черные соль и ну потом посмотрю уже ближе к тарелке все теперь у меня будет настаиваться какое-то время а на следующий день вообще шикарный ну удачи приготовление и приятного аппетита кстати если взять черный хлеб намазать его чесноком и слегка обжарить на оливковом масле сделай такие греночки это будет просто шикардос с борщом прям вот супер-пупер так как я дрожжевые помпушки стараюсь не есть ну кто-то делает дрожжевые помпушки это вообще шедеврально вот но я как бы сейчас дрожжевым тестом завязала и поэтому можно взять просто черный хлеб чеснок потереть на терке либо же продавить через чесночницу так вот обмазать это все и сделать такие небрежные бренки и подать к борщу это будет вкусно приятного аппетита